и, конечно же, личностного развития и возможности финансовой независимости. Мы говорим и уверены в том, что достичь настоящей красоты невозможно посредством одного единого продукта. Для этого необходимы продукты для внешней и внутренней красоты. Такие продукты, как Novage и, конечно же, категория Wellness. Естественно, мы говорим о том, что в компании Reflame можно построить свой собственный независимый бизнес. Без каких-либо первоначальных вложений в этот бизнес. Мы говорим о том, что в компании Reflame есть очень сильная система обучения и поддержки, мотивации начинающих бизнес-партнеров. И здесь мы говорим о том, что в компании Reflame вы можете личностно развиваться. Ну и, тем не менее, когда вы красивы, здоровы и богаты, вы хотите делиться своими эмоциями, своими впечатлениями с окружающими выводами. И поэтому мы приглашаем абсолютно каждого человека в сообщество компании Reflame и в сообщество каждого отдельного лидера, каждого партнера компании Reflame. Ну что ж, пришло время, наверное, самое долгожданное время для многих из присутствующих на сегодняшнем вебинаре. Это, конечно же, итоги в развитии лидерства. Это наши достижения. Достижения по карьерной лестнице компании Reflame. И, конечно же, начать я хочу это поздравление с самого высокого результата по итогам 15-го каталога. В нашей команде появился новый сапфировый директор Наталья Шкловская из города Речица. Давайте поздравим Наталью в чате своими бурными аплодисментами. Пожелаем Наталье дальнейшего такого же стремительного роста. Пускай Наталья вместе с ее командой сохраняет хорошую традицию. Желаем, чтобы вся менеджерская, директорская команда Натальи, которая вместе с ней делала этот результат, которая ее поддерживала, такая замечательная команда, чтобы они вот прямо сегодня и сейчас еще раз запланировали новые результаты на период следующего года. И, конечно же, взорвали, можно сказать, следующий год новыми званиями, новыми квалификациями. Ну а мы со своей стороны. Мы со своей стороны желаем Наталье в самое ближайшее время войти в бриллиантовую команду компании и стать еще одной звездой. Наталья, мы от всего сердца поздравляем вас, вашу дружную команду и, конечно же, вашу семью, которая является очень сильной поддержкой и опорой на этом пути. Ну и желаем вам стремительного роста. Это ваш результат, это ваше достижение. Можно сказать, это ваш каталог. Отмечайте, празднуйте, ликуйте для того, чтобы зарядиться энергией от этого достижения на предстоящие результаты. Ура! В общем, вот так вот мы с моей командой тоже хлопаем в ладоши. Поздравляем Наталью! Поздравляем Наталью с этим результатом. Ну, также у нас с вами еще есть и новые старшие менеджеры в компании «Эрифлейм». Это те ребята, которые в самое ближайшее время станут участниками таких мероприятий, как банкет «Юбилейный эспресс». И мы очень рассчитываем, что все они уверенно закроют свое звание директора компании «Эрифлейм» и отметят свое звание на юбилейном банкете директоров, который состоится летом. Ну, давайте отдельными аплодисментами будем их чествовать. Лариса Сипенко, старший менеджер из города Минска в команде Елены Гайбут. Елена Гайбут является ее, будем сказать, прямым спонсором. Давайте поздравим Ларису бурными аплодисментами. Лариса, аплодисменты для вас. Для вас, Людмила Гаврилова, в команде Елены Тарасенко открыла звание золотого директора. Поэтому давайте в Милу и Елену с их достижениями по итогам 15-го каталога. Поздравляю вас. Елена Федорова, город Гомель. Посмотрите, как часто у нас сейчас звучит Гомельская область. Наталья Коцур, вышестоящий спонсор Натальи. Елены, прошу прощения. Давайте поздравим Елену с этим достижением. Ну, не только Елену, но еще и Наталью. Потому что Наталья открыла звание старшего золотого директора компании Reflame по итогам прошлого каталога. Елена, Наталья, наши аплодисменты для вас. Светлана Якимовича, вышестоящий директор Алексей Прокопенко. Отказание золотого директора компании Reflame. Наши аплодисменты вам, ребята. И Наталья Осадчик из города Речица, вышестоящий спонсор Натаковская. Мы поздравляем Наталью. Наталью с таким достижением. Мы желаем вам стремительного роста, ну и достигнуть тут самой поставленной цели. Поздравляем! Вот такие у нас отличные результаты. Я более чем уверена, что мы сможем утроить количество новых старших менеджеров по итогам 16 каталога. Ну вот я говорю, такой 16 каталог у нас повелся, завелся. Да, что всегда по итогам 16 каталога у нас максимальное количество новых старших менеджеров. Поэтому, дорогие лидеры, готовим их к открытию, делаем все возможное. У нас еще с вами две недели впереди, две недели самого-самого успешного каталога в году. Также мы, конечно же, хотим отметить, вот так выглядят наши красавицы. Давайте еще раз на них посмотрим. Те, кто дружат в Фейсбуке, в социальных сетях с нашими новыми старшими менеджерами. Конечно же, с Натальей Шкловской. Поздравляйте, поздравляйте их в социальных сетях. Пускай им будет приятно, пускай близкие и родные им люди видят, насколько мы поддерживаем каждого из них. Также у нас отличный рост новых менеджеров компании Reflame. Давайте посмотрим с вами по отношению к 2015 году. Мы выросли абсолютно по всем пунктам, начиная с 3%, заканчивая уровнем 22%. И посмотрите, какое у нас хорошее количество менеджеров, которые держат отрыв от нежестоящего менеджера минимум в 1% уровень. И вот давайте 12%, у нас 61 менеджер имеет отрыв. А это значит, что в этом каталоге у нас может быть как минимум новый 61 менеджер уровня 15%. На уровне 15% 35 менеджеров держат отрыв. Это значит, что в этом каталоге, я более чем уверена, что они у нас будут... Ну, 18% это, конечно, хорошо, но лучше 22%. И те менеджеры, которые держат отрыв на уровне 18%, уж дорогие лидеры. Давайте с вами постараемся и сделаем все возможное для того, чтобы в этом каталоге, по итогам 16 каталога, старшего менеджера компании Reflame. Ну, а если говорить о наших с вами результатах по регионам, то они выглядят так, Гомельская область, я хочу вам сказать, лидирует. Лидеры Гомельской области, мы поздравляем вас с такими отличными результатами по количеству новых менеджеров уровня 15-18%. И, конечно же, новых старших менеджеров. Гомельская область во главе топ-лидера Лилии Ковалевской лидирует по количеству новых старших менеджеров в 15 каталоге. Двигаемся дальше. И здесь у нас Брестская и Витебская область. Брестская область, подтягиваемся, потому что вы всегда боролись за лидирующие позиции с Гомельской областью. И я все-таки желаю вам в 16 каталоге подтягаться с Гомельской областью, доказать, что вы сильные, вы достойные. И у вас может быть столько же, либо даже больше новых менеджеров компании Reflame. Витебская область, молодцы, вы набираете темпы. У вас очень хороший рост менеджеров уровня 15-18%. И у вас очень хорошие задатки на уровне 9-12%, поэтому подтягивайтесь для того, чтобы в следующем каталоге занимать лидирующие позиции. Ну и, конечно же, Гродненская область. Прямо приятно смотреть на вас. Молодцы, отличные результаты. Второе место по росту новых менеджеров компании Reflame по всей Беларуси. Так держать. Вот как раз завтра с Витой мы и посетим вашу область. Обязательно заедем в Слоним, заедем в Волковыск, заедем в Гродно. И вместе с вами не только отметим эти результаты, но еще, конечно же, запланируем новые достижения, новые уровни для того, чтобы Гродненская область засветилась по итогам этого каталога по количеству новых старших менеджеров. Город Минск. Хорошие результаты. Ну, я знаю, что Минск может лучше. Вот так вот всегда своих, можно сказать, чуть-чуть недохваливаю. Я знаю, что может быть гораздо больше новых менеджеров, но, тем не менее, я поздравляю вас, лидеры города Минска, отличные результаты по количеству новых менеджеров. И Минская область, уж вам надо подтягиваться, потому что два новых менеджера, уровня 15% на всю область, это как-то маловато. Ну, и, тем не менее, я также хочу передать пламенный привет лидерам Могилевской области. Могилевская область, вы там где? Вы сам, вы такие одни из самых активных, сильных, у вас такая классная область, давайте подтягиваться, потому что два менеджера, уровня 15-18% на такую большую область, это очень мало. Поэтому по итогам 16-го каталога я все-таки рассчитываю на то, что те лидеры, которые занимают лидирующие позиции, укрепят свои позиции, но остальные области, конечно же, подтянутся и покажут, на что они еще способны. Вот такие вот у нас с вами отличные результаты. Давайте вспомним, что все новые старшие менеджеры и лидеры, которые закрыли звание с уровня директора компании Reflame, будут приглашены на банкет «Юбилейный экспресс», который состоится в январе месяц 2017 года. Поэтому мотивируйте еще в 16-м и 17-м каталогах вашей команды для того, чтобы стать участниками этого банкета. Я хочу сказать, что такой банкет будет один раз в истории, только в юбилейный год, поэтому необходимо все-таки на таком мероприятии отметиться. Также все менеджеры будут приглашены на бизнес-ланч, на бизнес-завтрак с руководством компании. Условия квалификации у нас продолжаются в период еще и 16-го и 17-го каталогов, поэтому подтягивайте ваших новых менеджеров. На условия квалификации не менялись, они для нас всех знакомы. Конечно же, это выйди на новый уровень с 15% и выше по итогам каталогов 14-17, имей отрыв от нижестоящего менеджера минимум в 1% уровень. Ну и также, конечно же, закрой новое звание с уровня директора компании «Арифлейм» и выше, и ты станешь участником бизнес-завтрака вместе с руководством компании «Арифлейм». Ну и сейчас пришло время долгождаться, и сейчас я хотела бы отметить лучшие результаты по рекрутированию в Беларуси. Давайте с вами поаплодируем лидерам. Виктория Кухаренко пригласила в свою команду 81 рекрута. Вот теперь, в принципе, я не удивлена. Ольга Лопухова 80 рекрутов в персональную группу. Я не удивлена, почему Гомельская область показала плюс 7% роста в 15-м каталоге, потому что такие невероятные результаты. Ольга Станкевич 53 рекрута. Горбыч Мария 47. Максимович Наталья 45 рекрутов. Эгей, Минск! Наталья Жигалик 44 рекрута пригласили вместе с командой. Вот как раз к Наталье едем завтра отмечать такие результаты. Болтач Ольга опять Минск. Эгей, 44 рекрута. Казунова Олеся 40 рекрутов. Федорова Елена 40 рекрутов. Кстати, Елена наш новый старший менеджер. Вот так вот нужно рекрутировать для того, чтобы становиться новым старшим менеджером. И Потоцкая Лариса 39 рекрутов в персональную группу. Вот, дорогие лидеры, равняемся на лучших топ-10 рекрутеров Беларуси и, несомненно, открываем новые звания. Ну а сейчас, а, есть еще один момент, который, кстати, мы давно с вами не говорили. Помните, мы всегда говорили, чтобы удерживать свои позиции для того, чтобы расти, необходимо рекрутировать минимум, вот согласно такому плану. Ну вот у меня есть команды, которые, знаете, которые переделали этот план и везде поставили QR. Они поставили, что на 3% нужно 3 квалифицированных рекрутов, на 6% нужно 6 квалифицированных рекрутов. Тогда ты будешь расти очень стремительными пунктами. Поэтому давайте запомним еще раз для себя эту табличку и составим планы для себя и для своей команды. Только представьте, что если в вашей команде каждый с уровня 3% будет рекрутировать в таком темпе, какое количество рекрутов вы сможете показать по итогам 16-го каталога. Ну а сейчас я хочу пригласить на этот вебинар леди, леди, которая занимает первую позицию по рекрутированию в Республике Беларусь, Викторию Кухаренко, которая вместе со своей командой пригласила 81 рекрута. Давайте спросим у Виктории, как они это делают, как они достигают такого потрясающего... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, как меня видно, слышно? Отлично, ничего не фонит, не шумит. Сегодня классное утро, у меня было, будет еще лучший день. Всем доброе утро, добрый день, очень рада вас сегодня приветствовать на потрясающем лидерском всебелорусском вебинаре. У меня сегодня хорошая тема, рекрутинг, да. И, конечно же, хочется сегодня с вами поделиться результатами нашей команды. И первое, наверное, с чего хотелось бы сказать, это начать точнее... Вы знаете, ноябрь месяц для меня в этом году очень интересный месяц, потому что ровно 10 лет назад я стала индивидуальным предпринимателем в компании Арифлейм. Это было 10 лет назад. Представьте, я когда-то даже не могла подумать, что за 10 лет... Ну, вообще, что такое 10 лет? Я когда-то думала, ого, 10 лет, да я за 10 лет стану президентом в компании Арифлейм, ого, 10 лет. Ну, вы знаете, 10 лет проходят... Вообще, время идет очень быстро. И эти 10 лет, они пролетели в один миг. И я могу с полной уверенностью сказать, за 10 лет я на 100%, даже на 200%, могу сказать, процентов уверена в этом партнере, с которым я сотрудничаю, с компанией Арифлейм. Потому что это на самом деле очень сильный партнер, честный партнер. Это открытый бизнес. И я хочу... Я знаю, что на этом вебинаре присутствуют и менеджеры, и директора компании. Да, и, конечно же, драгоценные директора, топ-лидеры. И, конечно же, хочется сказать, наверное, всем, что Арифлейм – это достойный бизнес, это честный бизнес. Здесь можно строить бизнес, здесь можно зарабатывать деньги. Попробуйте, и у вас все обязательно получится. Да, но если вы присутствуете на этом вебинаре, то, конечно, я думаю, что каждый из вас уже начал делать действия и идти вперед к своей цели. Вы знаете, конечно же, 10 лет назад я даже не могла мечтать, что будет звание, да, такое достойное звание, бриллиантовый директор, что будет такое потрясающее чествование, награждение. Еще раз хочу сказать отдельное спасибо, благодарность компании, да, руководству компании за такое чествование, которое было на сцене. Это, на самом деле, это достойно, это круто, это были незабываемые эмоции. И хочется абсолютно каждому пожелать, что нужно быть на каждом банкете, нужно быть в новом звании, чтобы испытывать эти эмоции, чтобы вот так вот дрожали коленки. И вы же понимаете, и я понимаю, что за всем за этим стоит, конечно же, команда, да, за результатом стоит команда, за любым результатом, даже если маленький результат, менеджер, вы или директор, или вы бриллиантовый, за любым вашим результатом, конечно же, стоит команда, команда партнеров, команда лидеров, да. У нас каждый, конечно, хвалит свою команду, и я знаю, что моя команда самая лучшая, самая классная, да, потому что эта команда проверена временем, эта команда проверена испытаниями, трудностями, и вы знаете, что привело к созданию этой команды, да, как эта команда создалась? Конечно же, благодаря чему? Благодаря, конечно же, рекрутингу, да, о чем я сегодня хочу с вами поговорить? Именно о рекрутинге, потому что рекрутинг – это то, наверное, не действие, да, тот процесс действий, который приводит вас к созданию команды, да, к команды единомышленников, ваших партнеров, да, людей, которые будут идти с вами вместе к одной цели, и будут идти с вами вместе к результату, да, и которые будут вместе с вами стоять на сцене, получать новые чеки, да, и которые будут верить в Арифлейм, будут верить в бизнес, будут верить в себя, в успех, точно так же, как это делаете вы. Конечно же, я, когда я начинала свой бизнес, наша команда в свое время складывалась, да, из двух человек, но это тоже команда, это тоже начало, и даже если вы пригласили в компанию уже одного человека, да, зарекрутировали, да, позвали его, то я вам могу на 90% сказать, что вы уже, да, вы уже на правильном пути, и вы уже почти у своего успеха, да, почти у своей цели, потому что, когда вы один человек, вы один человек, когда вас вместе, вы уже команда. Поверьте, компания платит деньги за то, что вы рекрутируете, за то, что вы приглашаете людей, и за то, что вы растете компания платит деньги. Почему в начале слайда, в начале презентации, да, тема, я подписала, что рекрутинг решает все проблемы, да, все проблемы, а многие проблемы – это денежные проблемы, и поверьте, компания платит достойные чеки, достойное вознаграждение для того, чтобы вы могли какие-то вопросы решать, да, именно благодаря материке выплаты, достойной выплаты. Это путешествие, которое дает компания Reflame бесплатно уже с уровня менеджера. Я даже, я 10 лет об этом не могла даже мечтать, что когда-нибудь, да, будут поездки с уровня менеджера от компании Reflame. Это золотые конференции, бриллиантовые конференции, это не просто отдых, который может себе позволить, да, там, многие, да, могут поехать куда-то отдохнуть. Это впечатление, это, ну, это очень круто, да, и если вы никогда не были на конференции с компанией Reflame, сделайте все возможное, но чтобы вы были, вы были на конференциях, потому что это другая, скажем, да, другая жизнь, другое общение. Новые люди, новые знакомства, новые места, новая атмосфера. И, конечно же, это очень круто, это лидерский такой, ну, скажем, лидерское сообщество, да, поэтому на конференциях нужно быть, обязательно нужно быть. И, конечно же, многие могут подумать, да, откуда, откуда, да, как компания платит такие деньги, где она берет, чтобы заплатить столько премий, подарить столько конференций, да. Вы знаете, чтобы это все получить, вы должны понимать одну вещь, что деньги, они заложены в продукты, и мы с вами должны понимать, что чтобы у нас увеличился доход, мы должны сделать товарооборот. Чтобы сделать хороший товарооборот, нам нужно в команду позвать много людей, правильно? Потому что этот бизнес, этот бизнес уникален тем, что мы можем здесь просчитать любой абсолютно наш результат. И, конечно же, смотря с каким подходом вы идете к людям, самое главное, что вы должны понимать, что людям нужны деньги, да, вы понимаете, нужны. Люди хотят быть красивыми, здоровыми, счастливыми? Конечно же, хотят. И, соответственно, людям нужны деньги. Я всегда только с таким подходом, если я работаю, если я что-то делаю, я подхожу к делу только в таком ключе, что я нужна человеку. Я нужна со своим предложением, я нужна со своей идеей, я нужна со своей, да, какой-то поддержкой, со своей какой-то мотивацией. Я нужна человеку, да, потому что каждый человек, да, ему нужны какие-то решить вопросы, да, и вы можете помочь человеку решить эти вопросы. То есть вот когда вы будете понимать, что, да, кого же звать, никто ничего не хочет, да, потому что я знаю, что очень часто многие новички, даже в начале своего пути, очень много есть этих препятствий. Но я вам хочу сказать, что в первую очередь у вас должно вот здесь вот быть, да, вы должны понимать, что вы нужны человеку со своим предложением, а уже примет он или не примет, это его дело. Но вы можете дать ему очень классную возможность изменить на самом деле его качество жизни, да. Что такое рекрутирование? Это, конечно же, набор и отбор персонала, да, это если по-простому говорить. И вы должны понимать, что, чтобы рекрутирование ваше было успешным, да, что сколько людей вам нужно, да, каких людей вам нужно, вашу команду, каким вы способом будете звать этих людей, да, и каким способом вы будете проводить рекрутинг, да, потому что сейчас еще много каких-то схем, да, как правильно регистрировать людей и так далее, да. Уже все что угодно придумывают в этом мире. И, конечно же, об этом хочется с вами поговорить, что каких людей нам нужно звать. Бизнес компании Арифлейм, да, этот бизнес, он уникальный, это бизнес математики. Я всегда говорю об этом на своих встречах, потому что вы здесь можете просчитать любой ваш результат. Здесь не бывает повезло, протянуло, там, удача мне улыбнулась, я раскрутилась, да. Здесь вы любую результаты можете просчитать. Вот смотрите, я вам просто сейчас показываю пример, да. Средний балловый заказ, например, по моей команде составляет где-то приблизительно 80 баллов, да. Это средний балловый заказ. Вот смотрите, чтобы знать, что мне нужно сделать, чтобы сделать 7500 баллов, это мне нужно 7500 разделить на 80, это получается приблизительно 95 человек. Вот смотрите, я набросила 70%, сюда входит процент по баку, да, потому что не все люди размещают заказы из бака, да, понимаете, что где-то хорошая база активных консультантов 70-80% размещают заказы. Плюс еще каждый каталог 10% где-то уходят приблизительно, ну, как бы так, прощаются, да, с бизнесом. Поэтому я набросила 70%, у меня получилась, в принципе, статистика, которая сейчас есть в моей команде. 160 человек, база активных консультантов, да. В вашей бизнес-панельке есть такое слово, вы можете видеть, да, количество там активных, бак, так вот, база активных консультантов, 160 человек, и смотрите, что вам нужно сделать, чтобы зарекрутировать 160 человек. Если вы поставите перед собой цель, хотя бы делать одного рекрута в день, одного человека, одного человека с заказом регистрировать к себе в команду, да, вам на это понадобится, разделите, пожалуйста, на 30 дней, это получается 5-6 месяцев, и для того, чтобы вам выйти на уровень 22%, да, и у вас будет доход каждые 3 недели, 8, да, 10 миллионов вы будете зарабатывать. Представьте, ну, для этого вам нужно просто 5-6 месяцев поработать на результат. Я могу сказать, что большие дела, они не делаются маленькими шишками, большие дела. Если вы приняли решение, вы должны взять и сделать, вы не должны откладывать на потом, на послезавтра, вот у меня свой темп, я буду расти в соответствии со своим темпом. Вы должны понимать, что этот бизнес, он зависит только от вас. Здесь еще раз повторюсь, не бывает повезло, вы захотели, вы сделали, вы себе запланировали, вы себе все просчитали, начали и работаете, да, работаете каждый день, одного рекрута в день, с заказом, да, чтобы у вас был 5-6 месяцев, и у вас товарооборот будет уже 7,5 тысяч баллов. Но, конечно же, не останавливайтесь, да, потому что сделали сами, да, обязательно нужно помогли другим, да. И, конечно же, кто я, кто со мной, да, кто со мной в этом бизнесе. Смотрите, конечно же, есть такой пассивный рекрутинг, да, как я его назвала, это через личный бренд, например, в соцсетях, да, или в целом за вами как бы люди наблюдают, да, они за вами смотрят. Конечно же, вы должны быть безупречными, да, у вас должны быть, если это брать, например, какую-то соцсеть, да, вы должны понимать, что вы должны быть интересными, ваши посты должны быть читаемыми, они не должны быть длиннющими, 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 что вы начали там за здравие, да, а к концу поста подошли, и уже человек забыл, о чем вы пишете, да. Конечно же, должна быть открытая дверь, то есть ваш пост должен как бы так притягивать определенную там целевую аудиторию, да. Если, например, у меня, я там несколько там постов, ну, обычно такая у меня периодичность там о бизнесе, да, то есть там о красивой жизни, о велнос, о здоровье, да, и какой-то такой семейный пост, да, и я понимаю, что это будет интересно, в принципе, тем людям, которые мне нужны в бизнесе, да, те, которые любят доход, деньги, там, красоту, роскошь какую-то, да, одна категория, а потом какая-то семейная, да, ценность, и, конечно же, те люди, которые интересуются своим здоровьем, которые хотят, например, может быть, похудеть, постройнись, как я сделала, приняла решение, да, в свое время, и, конечно же, вы должны понимать, вот, соответствующая целевая аудитория на вас идет, да, и, конечно же, активный рекрутинг, в принципе, это то же самое, что в пассивном, только мы идем к людям сами, там люди, в принципе, смотрят на нас, да, как-то там проявляют себя в активном рекрутинге, мы приглашаем людей, да, ну, что сейчас делаем мы конкретно, да, мы приглашаем людей в интернет-проект, да, мы говорим, что у нас интернет-проект, кого мы приглашаем, мы приглашаем консультантов, которые были раньше, там, вы можете взять все свои информационные листочки, там, например, это если вы уже в компании не первый год, да, и всем-всем-всем заново еще раз делать хороший такой прозвон, пригласить поучаствовать в интернет-проекте, что вау-вау-вау, крутой проект, такого еще не было, давай вперед, и, конечно же, это можно сделать через теплый контакт еще, да, кого позвать в этот интернет-проект, и, конечно же, это можно еще делать, потому что многие мои лидеры, они работают через холодные контакты, да, через, там, резюме, соцсети, и, конечно же, мы решили попробовать регистрировать людей, как это уже делают очень многие вертикально, да, строить структуру вертикально, мы решили это попробовать, но могу сказать, что людей мотивируют, да, люди на начальном этапе, их, конечно же, мотивируют, большинство людей мотивируют деньги, но еще и большинство людей мотивируют это баллы, баллы-бонусы, да, которые они видят под собой, скажем так, они видят у себя в глубине, да, что человек подписался, там, у него уже, там, через два дня, там, 500-600 баллов, и он такой уже, вау, вау, класс, ого, у меня уже 500-600 баллов, и, конечно же, мы ему говорим, давай быстренько размещай заказ на 150 баллов, ты сможешь выйти уже на уровень, там, чуть-чуть, там, и 9%, да, ты уже станешь менеджером в компании, то есть за счет того, что там в глубине начинает крутиться товарооборот, люди начинают хотеть, у них, как бы, такая появляется мотивация делать личный товарооборот, да, потому что, если раньше ему надо было просто сделать 150, а когда уже под ним какая-то, какая-то из команды, да, какой-то товарооборот ему интересно начинает размещать заказы, и, конечно же, если брать, ну, вот я написала текст, да, текст, ну, он очень простой, мы просто говорим, что мы вас приглашаем на интернет-проект, это новый запуск, да, либо, как вам удобно, по телефону постучить информацию, либо вы подойдете в офис, мы с вами поговорим, да, потому что у нас есть офис, мы работаем еще и в офисе, и работаем, и структура, да, работает, несколько лидеров работают и в офисе, кто-то совмещает, кто-то только онлайн работает, ну, и мы, конечно же, самое главное, это текст, абсолютно не важно даже, что вы говорите, самое главное, как вы говорите, с эмоциями, да, то есть это должен быть запал-запал такой, прям создание вот ажиотажа, да, но если взять этот алгоритм, это выглядит приблизительно вот так, то есть список знакомых, да, какие-то контакты, резюме-суцессы, то есть у вас должна быть база, да, откуда-откуда брать людей, да, вот она у вас есть, после этого, конечно же, вы как-то это обрабатываете, либо вы пишете людям сообщения, либо вы их приглашаете, либо вы им звоните, да, но вы как-то обрабатываете эти контакты, и выходит, начать ему встречу, да, где вы даете информацию, смотря на что вы позвали человека, вы можете дать информацию, встреча, возможности Reflame, например, SPA, да, бизнес-встреча, то есть что вам удобнее, каким способом вы работаете, да, и после этого, конечно же, всегда есть результат. Человеку да, это интересно, человеку нет, это интересно, но вы обязательно предложите стать вашим клиентом, потому что, может быть, спустя время он опять захочет присоединиться в вашу команду, нет, значит, у вас будет личный товарооборот, тоже плохо не бывает, и лишними баллы не будут, потому что, как вы помните, баллы – это что? Это деньги, это деньги, вложенные в продукт, соответственно, чем больше товарооборот, тем больше денег вам заплатит компания Reflame, поэтому любая встреча должна заканчиваться в любом случае выгодой. И, конечно же, вторая встреча, второй созвон – это после заполнения формы, да, регистрационной, либо онлайн, либо там офлайн, это провести такую встречу как успешный старт, еще раз рассказать суть работы, да, задания, обязательно человеку хотя бы небольшое какое-то ролик, какую-то книгу посмотреть, да, список знакомых поставить, хотя бы там 20, 30, 40 человек, да, чтобы он уже, чтобы вы могли уже приступать, да, к работе и выходить хотя бы изначально сразу через его список знакомых, да, на теплые контакты и приглашать людей, опять же, например, в интернет-проект, да, тех людей, которые нуждаются в доходе. Ну и, конечно же, обязательно посетить вебинары, мы говорим, да, например, там 5-6 вебинаров, успешно старт, если человек не может, да, в офис, например, приехать, встреча, возможности рефлейм, суть бизнеса, продуктовый вебинар, вебинар по личному товарообороту, почему 150-250 баллов нужно делать обязательно, либо обучение в офис, то есть то, что хочет, да, кому что интересно, да, пожалуйста, приходите в офис, либо будем с вами, ну, скажем, общаться по, ну, будете обучаться по вебинару. Ну и такие вот фишки, которые я, как бы, для себя подметила, да, что, ну, чтобы быстрее пошел, как бы, результат, да. Акцент мы делаем обязательно на 150 баллов, мы не говорим, минимальный баллов, там, 10-15 баллов, что людям выговорить, а то они и делают. Мы говорим, 250 баллов – это выгодно. Но самое главное, смотрите, видите, в скобочках я пометила, на третий раз дойдет. То есть нужно обязательно сказать несколько раз эту информацию, потому что сразу почему-то человек, либо он слушает, но он еще не может услышать то, что вы пытаетесь до него донести. И быстрее размещай заказ, да, вот у меня подписался новичок, я ему говорю, давай быстренько, у тебя есть там только сутки на размещение заказа, потому что под тебя уже есть регистрация в проект, да, в интернет-проект, уже к тебе в команду есть регистрация. Мне все равно под кого их регистрировать, да, потому что иногда человек говорит, ну, я не знаю, я подумаю, там, у меня может быть завтра там зарплата, ля-ля-ля, ну, понимаете, о чем я говорю. Поэтому я сразу говорю, думать некогда, люди есть, мне все равно кому в команду их зарегистрировать, да. То есть я, даже если у меня нет еще под него людей, да, с него в команду, я ему так говорю и говорю так каждому, и поэтому все сразу же начинают делать, да, потому что, да, говорю, давай-давай быстрее под тебя заказ. В течение под тебя регистрация, сделай заказ, под тебя будет регистрация. То есть, ну, и, конечно же, если я чувствую, что, например, послабее, да, ну, так, еле-еле заинтересован, что-то там начинает, начинает, то я, конечно же, его немножечко могу в первую очередь зарегистрировать, да, а вниз, например, того посильнее, кто уже, например, готов и разместить даже заказик, чтобы тот вышестоящий уже увидел ого-ого, подо мной уже есть даже 100 баллов, например, да, или 150, или 250, и вот уже такая вот свечка вниз. Ну, помните, книжечка «Десять уроков на салфетке». Спасибо, Татьяна. Создаем ажиотаж, да, то есть, пример с магазином. В магазине скидки, акции, там, распродажа, но вы в магазине одна, понимаете, вы в магазине одна выходите, выбираете, что-то там себе купили, не купили, а может быть, я завтра прийду, я подумаю, но тут вы заходите в магазин, такой же магазин, скидки, акции, распродажи, но в этот момент в магазине толпа, 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 все что-то хватают с вешалок, берут в примерочную, начинают там, скажем так, кипиш, кипиш, да, такой создается немножко, и, конечно же, что вы делаете, вы тоже бежите, вы тоже думаете, боже мой, что здесь такое, здесь кто-то что-то берет, а вдруг мне этого не хватит, да, и поэтому, когда человек боится, что ему вот этого чего-то не хватит, да, он начинает что-то делать, поэтому, конечно же, старайтесь вот этот вот ажиотаж создать, да, создать вот этот ажиотаж, что давай-давай-давай-давай, все получится, собираю быстрее заказ, уже есть регистрация, да, и абсолютно, конечно же, не важно, да, я думаю, как же мне называть, кто как называет, колбаски, морковки, а у меня будет стручковая фасоль. Неважно, как вы будете строить свою команду, как вы будете строить свою структуру, будет у вас ветик-семицветик, да, или у вас будет стручковая фасоль. Статистика на выходе всегда одна и та же, всегда одна и та же. 10 рекрутов, 10 человек, которые приходят к вам в команду, неважно, как вы их регистрируете, ширину, глубину, не имеет значения, но статистика одна и та же. На 10 рекрутов людей, которые пришли конкретно, не стартеров, внимание, рекрутов, с заказом, который подписались у вас, всегда будет где-то один партнер, тот человек, который примет решение, посерьезнее, скажем так, отнестись к этому бизнесу и начать что-то делать, потому что еще раз хочу вам напомнить, кто такой партнер, это не тот человек, которого вы строите, строите, строите какую-то там фасольку, да, а он набирает 150 баллов и все, это еще не партнер, это просто лояльный, хороший потребитель, который что-то там заинтересован, а партнер это тот человек, который обучается, который активный, позитивный, который рекрутирует, который приглашает людей, да, приглашает людей, поэтому наша задача, это конечно же находить в первую очередь кого, находить партнеров, и вы знаете, что я вам хочу сказать, что возможности, они есть всегда, они есть, если вы думаете, что что-то нереально, что-то невозможно, возможностей нет, и я вам могу сказать, что есть возможности, они есть, да, но иногда просто мы что-то делаем, делаем, делаем и И не можем их увидеть. Они есть, это компания «Арифлей», это возможность, которая доступна абсолютно каждому человеку. Каждому человеку компания дает возможность сотрудничества, неважно какой он. И вы должны это понимать и предложить этот бизнес абсолютно каждому человеку. И очень важный момент, на который я хотела бы еще обратить внимание, что развивайте лидерство для успешного рекрутирования. Потому что хотят люди идти за лидером, люди хотят идти за эмоцией позитивной, люди хотят идти за хорошей энергетикой, люди хотят идти за сильным, за смелым человеком, за уверенным человеком, который ведет и знает, куда ведет, а не просто «Ну давай попробуем с тобой вместе, я вот только-только начала». Обязательно развивайте в себе лидерство, обучайтесь, посещайте тренинги, обязательно все вебинары, которые проводит компания «Арифлей». Недавно был потрясающий вебинар, где выступали гости, хатизовые, это просто был бомба вебинар. И тоже было очень много о работе, о лидерстве. Обязательно развивайте лидерство, потому что для успешного рекрутирования в первую очередь, конечно же, нужна хорошая голова. Хорошая голова, которая приведет к вам хороших, потрясающих людей, потому что ваши действия, они будут зависеть от того, насколько есть у вас энергия, насколько вы хотите, насколько вы стремитесь, насколько вы готовы зажечь, зажигать других, потому что только от вас будет зависеть, насколько люди будут тянуться. Иногда бывает, что кто-то там с утра до вечера в офисе сидит, либо там с утра до вечера в интернете сидит, и у него нет никакого результата. А кто-то пришел на два часа, поработал, и у него уже бомба, у него регистрации, у него баллы идут, да, понимаете, потому что это все идет только от энергии, от вашей энергии. И она есть абсолютно у каждого из вас. Просто возьмите и сделайте это. Сделайте то, о чем вы хотели, то, о чем вы думали. Если вы считаете, что невозможно сделать, например, 200 рекрутов за каталог, да, по своей команде, то я вам могу сказать, что это реально и это возможно, потому что такие цифры мы делали, мы их будем делать, да, и я знаю, что для человека нет абсолютно ничего невозможного. И, конечно же, я хочу вам сказать, что вы на правильном пути, вы в правильном месте, вы в правильной команде, компании, просто продолжайте идти, несмотря ни на что. Что бы у вас получалось, не получалось, идите вперед. Никогда не сдавались, и вы увидите, как сдаются другие. Спасибо вам большое. Я была очень рада сегодня выступить для вас, поделиться с вами, да, какой-то, скажем, своей системой, да, какой-то, может быть, энергии, мотивации. Спасибо вам большое, вы классные. Вас ждет успех, результат, и не останавливайтесь на достигнутом, идите только вперед. И, конечно же, до встречи на банкете директоров и на золотых и бриллиантовых консеренциях. Огромное тебе спасибо за выступление. Ты, как всегда, полна энергии, эмоций, зарядила нас этой энергией для того, чтобы рекрутирование в 16-м каталоге было у нас на самой-самой высокой планке. Огромное тебе спасибо за сегодняшний опыт, и я желаю твоей команде в 16-м, 17-м каталоге на протяжении всех последующих каталогов показывать такие же выдающиеся результаты. Ну, а мы со своей стороны будем сделать все возможное для того, чтобы поддерживать тебя и твою команду на этом пути. Новых званий вам, новых квалификаций в этом году, потому что я более чем уверена, что такими результатами вы этого достойны. Ну, что ж, Вика, еще раз тебе огромное-огромное спасибо. Ну, а мы продолжаем, и сейчас мы с вами поговорим о наших фокусных продуктах, о наших фокусных категориях. И, как вы знаете, что большая часть успешных лидеров компании Replay фокусируется именно на этих категориях, именно на этих продуктах. И сейчас в компании у лидеров, у успешных лидеров есть такое разделение. Они делят свои структуры 50 на 50. 50% товарооборота – это у них wellness категория, и 50% – это у них категория на wage. Ну, и я хочу вам сказать, что, конечно же, эти структуры являются самыми крепкими, самыми стабильными, ну, и самыми стабильно быстрорастущими. Потому что сразу люди приходят и делают большие заказы, они очень лояльны к компании. Те, кто приходят на wellness, потом приходят и на wage. Те, кто приходят на wage, конечно же, также начинают приобретать и категорию wellness. Ну, а сейчас я хочу пригласить на наш вебинар очень долгожданного спикера, спикера, за которым мы все с вами наблюдаем. Кто-то вживую, кто-то в социальных сетях за результатом этого лидера, за личным результатом, за wellness, результатом в бизнесе. И сегодня на наш вебинар я хочу пригласить Елену Новикову из города Гомель, лидера компании CareerFlam, которая сегодня поделится своей историей и, конечно же, системой работы с категорией wellness в своей команде. Ну что ж, бурными аплодисментами на нашем вебинаре приветствуем нашего долгожданного спикера Елену Новикова. Елена, ждем вас! Добрый день! Добрый день, дорогие лидеры! Скажите, пожалуйста, как меня видно и слышно? Давайте по традиции проверим связь. Я надеюсь, что все замечательно. Да, хорошо, вижу десяточки плюсики. Ну что ж, большое спасибо, во-первых, Екатерине за такое душевное представление. Спасибо большое Виктории за такой энергетический просто всплеск с утра, просто вот такая энергетика, но Гомель рулит, вы же сами понимаете. Я хочу еще раз поздравить всех старших менеджеров, которых поздравляла Екатерина в самом начале нашего вебинара. И не могу не отметить того, что трое из этих старших менеджеров – это все-таки лидеры из моей большой глубины. Поэтому я поздравляю вас еще раз, ребята, и поздравляю ваших спонсоров – Елену Тарасенко, Наталью Коцур, Алексея Прокопенко с Викторией, с открытием новых званий. Я очень надеюсь, что в ваших успехах играет роль и наша с вами работа с Веллнес-категорией. Ну что ж, моя сегодняшняя тема выступления – это Веллнес-онлайн. Веллнес и коррекция фигуры. И, конечно же, ставится, возможно, не все меня знают. И представлюсь я вам сегодня с Веллнес-визиткой. То есть у каждого лидера, я думаю, сейчас есть какие-то своеобразные визитки для представления. Они есть в бизнес-стиле, да, для работы с бизнес-категорией, с Рифлеем-категорией, то есть работа с Рифлеем. И я представляю вам свою Веллнес-визитку, с которой я работаю с целевой аудиторией Веллнес. Я являюсь в прошлой жизни врачом, которая окончила Минску-Белорусский государственный медицинский университет. На данный момент я представляюсь экспертом по диетологии и нутрициологии, потому что это два направления, с которыми я сейчас активно работаю. Я являюсь Веллнес-тренером, создателем Академии Веллнес в Республике Беларусь и ведущим экспертом проекта «Новая яинтеза». «Невесомость». На фото мой результат без фотошопа, ребята, потому что когда только первая моя фото, какой-то взрыв, я понимаю. Большое спасибо за отзывы, я вижу ваши отзывы в чате. Причем эта фотография сделана в сентябре, а сейчас, конечно, результат больше. Но я думаю, что меня очень многие помнят по моим большим красивым бедрам, ну, простите, будем говорить всю правду, будем выдавать сегодня всю полностью. И, конечно же, результат, конечно же, огромный есть. Я не могу с этим не согласиться. Но с чего же все начиналось? Большое спасибо, во-первых, компании, за этот просто проект «Веллнес-прокачка», который, ну, наверное, не только потряс нас с вами, который просто всколыхнул наши умы, наше мировоззрение и оказался какой-то такой отправной точкой новых каких-то идей для многих структурных лидеров, руководства Беларусь. То, что они отправили на этот «Веллнес-прокачку» одного из наших лидер-монд-клуба Лилии Ковалевской – это Ирину Иванову. Естественно, это была постоянная связь, постоянное фото по вечерам, по ночам. И, честно говоря, конечно же, это было мне не совсем понятно. Когда Ирина присылала какие-то фото, ой, какой у нас завтрак, а вот какой у нас ужин. И я не понимала, честно говоря, как врач, как можно с таким количеством блинчиков, да, ну, вы меня простите, жить в стиле «Веллнес». То есть, конечно же, мы многие знаем и о роли сложных углеводов и всего остального, но мы не эксгласитесь. И мы не углублялись настолько глубоко именно вот в эту категорию «что есть, как кушать». То есть у нас есть бизнес, у нас есть «Веллнес-продукты», и мы с этим работаем, правда? И когда Ирина начала присылать вот такие фото, порции еды огромнейшие, просто огромнейшие действительно были, да, и это фото, по-моему, это было буквально несколько дней после запуска проекта, когда, ну, все, даже включая, вот видите, нашего Ильё с Беларуси, буквально все показывают, насколько у них начали таять объёмы, я серьёзно задумалась, что что-то здесь не то. Почему? Чем-то нужно разобраться. Нужных знаний ни в какой области не бывает. Активно биохимию мединститутов начала повторять, скажем так. Я начала активно изучать диетологию, я начала смотреть различные вебинары, я записалась в разные проекты, я подписалась на все блоги Санжаровской, Голодковской и многих ещё диетологов. То есть я начала собирать знания. И, естественно, и все результаты, которые сейчас есть по современной диетологии, пришла к выводу. Скажите, пожалуйста, вот здесь в чате, нас очень много, я думаю, особо женского пола, скажите, пожалуйста, кто из вас хоть раз в жизни сидел на диете? Можно какую-то вот обратную связь в чате? Я подожду. Хоть кто-то сидел хоть один раз в жизни на диете? Ну, я думаю, что сейчас посыпятся «да» и «я», потому что, ну, может быть, даже мужчины сидели на диете, я не могу сказать, да, но обычно это всё-таки такая участь женская. То мы по молодости хотим себя в порядок привести, то мы к лету хотим себя в порядок привести, то мы к Новому году хотим, то мы купили новое платье, и оно нам слегка узковато, и мы с надеждой на то, что мы всё-таки похудеем, да, то после родов, то во время кормления, то после кормления, но и это продолжается вечно, девочки. Так вот, вы знаете, диеты – это ни в коем случае не тот случай, с которым можно похудеть. Ни в коем случае диетами пользоваться нельзя. Во-первых, прежде всего, сброс веса идёт за счёт обезвоживания организма, теряется вода, и разрушаются мышцы. А ведь мы не хотим похудеть и быть такими, ну, знаете, не совсем с приятным и красивым телом, да? Во-первых, ещё раз повторю, это обезвоживание и разрушение мышц. Далее, при диете никогда не выполняется базовое КБЖУ, то есть контроль калорий, белков, жиров, углеводов. То есть теряется здоровье. Мы просто убиваем свой обмен веществ, мы убиваем свой метаболизм. И это очень опасно. Не только для фигуры, это опасно для здоровья и жизни. То есть все абсолютно диеты, низкоуглеводная, японская, какие-то монокровые, там, безжировая, протасовая и так далее, и так далее. Удар по организму такой, что можно потом не оправиться, со здоровьем именно. Ломается обмен веществ, появляются какие-то проблемы. Очень часто проблемы с сердечно-сосудистой системой, потому что это недостаток калия и многие другие вопросы. Я уже не буду здесь углубляться. Это не вебинар по wellness. И в любом случае, любое недоедание и голод является стрессом для организма. А в это время в эмон, как кортизол. И гормон кортизол просто закрывает наши жировые клетки и сохраняет то, что у нас есть. То есть суть не, знаете, как говорят, чтобы такого съесть, чтобы похудеть, да? И это правильный вопрос. Гораздо неправильное выражение «закройте рот, нечего есть, да?» Как похудеть? Просто закрой рот. Это неправильно. Чем больше мы голодаем и чем больше мы ущемляем себя в каких-то продуктах питания, тем хуже результат, тем больше будет набор массы тела после того. Поэтому и разгрузочные дни – это вред для организма, это стресс, он потом закроется и наберет вес. И в любом случае, все голодание и любые диеты – это набор массы тела в будущем. Поэтому с этим нужно разобраться и сделать вывод, который сделали мы. Главные компоненты коррекции тела – это, во-первых, длительное седание. То есть полностью нужно поменять систему питания. Это не диета, как говорит Мария Голодковская, наш специалист, да, в велнос-прокачке, что диетой может быть только та диета, которой вы будете придерживаться всю жизнь. То есть это система питания, которую нужно поменять, и поменять ее нужно в голове. Это определенное правило питания, естественно. Это правильные продукты, это правильные продукты из категории здорового образа жизни, с этим нужно разобраться, и обязательно нужен контроль калорий, жиров, углеводов в сутки. Плюс нужно обязательное употребление, как мы говорим, шведских метаболических корректоров, то есть специальной системы питания Wellness Life, которые употребляются с утра и запускают ваш обмен веществ, ваш метаболизм, именно на сжигание жира. И, конечно же, физическая активность, от нее мы никуда не денемся. Абсолютно такое три абсолютных, ну, таких китак, от которых мы не можем никак отказаться, иначе результата не будет. Поверьте, всю жизнь я худела, потому что, ну, как кому, конечно, какая-то наследственность, да, чем нас кормят в детстве. Естественно, складывается какой-то определенный тип фигуры, и я думаю, что меня многие знают, я довольно лицо такое, ну, общительное, да, с лидерами Беларуси. И я пыталась худеть всю жизнь. И когда только появился коктейль, конечно же, мы начали употреблять его активно, как рекомендовалось, за полчаса доеду, и где-то мы какие-то перекусы меняли, да. Но, что я хочу сказать, пока я не ввела вот эти категоричные принципы своей системы питания, и не отхожу от них уже вот несколько месяцев, и пока я не ввела доступную физическую активность, а я крайне ленивый человек, человек физической активности, это всегда были пропуски физкультуры, ну, вот, ну, вот как-то вот так, на республиканском вебинаре. И как только я ввела тренировки, я хожу сейчас на тренировки два раза в неделю к замечательному тренеру, то есть нужно выбрать просто тренера, с которым вам комфортно, с которым вам легко, с которой с вами вместе на одной волне. И результат просто превзошел даже мои ожидания. То есть я рассчитывала, что, конечно, мне нужно сбрасывать вес, и что, ну, мне просто необходимо это. Но результат действительно превзошел любые ожидания. Я могу показать вам фотографии, что было до и что было после. Я думаю, что, ну, результат налицо. Правда, это всего лишь несколько месяцев работы в системе. Вот это фото справа в белой блузке, это буквально вот несколько дней назад, то есть это сегодняшнее, можно сказать, фото на сегодняшний день. Фото слева, это, если пусть здесь есть лидеры, которые были на золотой конференции на лайнере. Это Барселона. Помните, вот мы фотографировались на горе Манджуик, по-моему, и за нами был виден наш лайнер. Да, вот это эти фото, вот это я. Ну, по-моему, мне так кажется, что это просто другой человек, и это действительно, да, ну, это практически буквально работа над собой в течение нескольких месяцев. Ну, это результаты лично мои, да, три месяца в проекте. Это было минус 20 килограмм. Сейчас это уже большие цифры. Это индекс массы тела, конечно, меньше. Повисантонита я уже не стала здесь все выставлять. Конечно же, это просто потрясающий сброс жира в организме. Это плюс вода, это плюс мышцы, это минус биологический возраст, это минус 3 килограмма висцерального жира. И практически вот по всем объемам, по груди минус 20 сантиметров, по талии уже больше 15, по бедрам уже минус 20 сантиметров, ушли плечи, которые, ну, вот объем плеча, я думаю, что женщины знают, особенно женщины, которым уже чуть больше за 40, да, мне почти 50, и я думаю, что это тот возраст, когда всегда женщины говорят, ой, это невозможно, в возрасте худеть очень сложно, неправда. С нашей велнос-системой, с нашим велнос-лайф, возможно, все. Просто нужно грамотно и правильно это все употреблять. Конечно же, приходится менять гардероб сейчас, но это даже приятно, поверьте. И вот мы пришли после такого, моего и результата Ирины Ивановой, мы пришли к такому решению, спасибо большое Лилии Ковалевской, руководителю нашему Даймонд-клуба, ее большой, частью одной из ее большой структуры, мы собрались, и это на банкете директоров, по Минском море, я помню этот момент, и Лилия предложила, ребята, у вас сейчас такой хороший, именно развитие личного бренда, да, ну, а личный бренд, я думаю, все понимают, все здесь лидеры, что играют самую, наверное, важную роль. Как мы можем работать с wellness, скажите, пожалуйста, когда мы сами не показываем wellness результат, правда? Поэтому, когда я добилась личного большого результата, Лилия Ковалевская предложила создать такие проекты, которые будут помогать нашим людям проектировать вес, и я не говорю теперь сбрасывать вес, потому что это не совсем верно. Основное – это потеря сантиметров, потеря объемов. Вес может даже стоять на месте и даже быть чуть больше за счет того, что вы теряете жировую массу, но подкачиваете, добавляете мышечную массу, да? Поэтому мы говорим теперь о проектах, которые мы создали, вот начиная с сентября. Первый проект – это был «Новая я», и это было именно состояние обновления лично у меня, потому что я действительно новая, новые мысли, больше энергии, меньше проблем со здоровьем, естественно, лучше внешний вид и, конечно же, больше бодрости и просто осознание того, что ты это можешь. Да, это нелегко, но ты победитель, мы с вами все здесь лидеры, все это могут сделать в любом возрасте, поверьте. На данный момент у нас идет два проекта, вот скоро будет запускаться третий. Общая численность людей приблизительно около 200, более 200, 200 человек на сегодняшний момент, это, конечно же, система проекта, включают в себя фактуры многих директоров Лилии Ковалевской, и нет возможности работать вживую со всеми, да, поэтому мы создали онлайн проект. Включают в себя разный пол, абсолютно у нас есть мужчины и женщины, разный возраст. У нас есть, в последнее время вот появились мамы, даже с молодыми девочками, подростками, они работают вместе для того, чтобы, ну, чтобы подросток рос и развивался правильно. И поверьте, до самого вот просто, до определенного такого старшего возраста. У всех разные цели и задачи. Кому-то кто-то мечтает сбросить 5 килограмм, и для него это неизбыточная мечта. Кто-то мечтает сбросить 50 килограмм, и тогда мы эти цели разбиваем, большую цель разбиваем на какие-то отдельные промежутки, да. У всех разный тип телосложения. Поверьте, я тоже думала, что у меня просто широкая кость. Неправда. Неправда. Все можно изменить, все в наших с вами руках. У всех разное качество здоровья. У кого-то большие проблемы со спиной, у кого-то с суставами, у кого-то с сердцем, у кого-то еще можно подобрать себе разумную нагрузку. Просто нужно, чтобы работал определенный тренер. Это может быть кардионагрузка, это могут быть определенные силовые какие-то упражнения, это могут быть различные типы тренировок. Я лично работаю в основном с пилатесом. Мне это помогло. Ну как у кого? Естественно, нельзя забывать о пользе 10 тысяч шагов, быстрым темпом, хорошим темпом, который является хорошей кардионагрузкой, и нельзя забывать о каких-то специфичных нагрузках, которые просто ходить. Это да, это замечательно, но когда у вас есть определенные какие-то желания, у кого-то нужно сбросить в области живота, у кого-то в области бедер, у кого-то еще там что-то где-то, то, конечно же, это не обходи с зала, вы не справитесь. И, конечно же, разные социальные уровни. Кто-то потом в дневниках нашей переписки пишет, я не могу себе позволить правильное питание, это очень дорого. И мы начинаем разбираться, правда ли это. Ребята, неправда. На правильном питании, если человек усиленно так занимается собой и пользуется продуктами из категории здорового образа жизни, правильного питания, как сейчас-то модно говорить, это даже дешевле. Просто мы не считаем свои расходы. Допустим, если мы вот иногда смотрим, сколько стоит килограмм кальмара, он стоит в 2, а то и в 3 чаще всего раза дороже, чем, допустим, килограмм свинины или говядины. Ну, можно просто подобрать правильно рацион. Поэтому эта работа, конечно, индивидуальна, и люди разные абсолютно. Но поверьте, результат есть у всех людей, которые существуют у нас в проектах и придерживаются, конечно, этих трех основных правил. Это определенная система питания, правильное питание, правильные продукты, wellness life. Это является определяющим ключом, запуском на сжигание и физические нагрузки, доступные физические нагрузки. Кто-то это делает дома, кто-то куда-то ходит. Ну, что я могу сказать в общем? На 100% это командная работа, потому что если бы мы не объединились с директорами, которые живут в стиле здорового образа жизни, которые имеют уже какие-то знания обо всем, конечно же, в одиночку такой проект вести крайне сложно. Мы объединились, и у нас есть и врач, и люди, которые просто живут в стиле wellness. Не обязательно быть врачом для того, чтобы вести такой проект. У нас есть фитнес-тренер, который дает записи нам какие-то такие, которые люди могут просто, не выходя из дома, смотрят на экран и повторяют, занимаются дома. Это могут быть мамы с маленькими детьми, это могут быть женщины на грудном вскармливании после родов. У нас есть разные категории людей. И мы предоставляем им такие, даже услуги, скажем так, такое сопровождение. Поэтому у нас командная работа, это определенные кураторы, каждый из которых за что-то определенное отвечает. Мы представляемся wellness-экспертами. Ну, мы не можем назвать себя какими-то сертифицированными специалистами, потому что, к сожалению, у нас никаких таких рамочек нет. Единственное, что у нас есть, это сертификаты прохождения wellness-академии, которые я когда-то ввела для своих структур. И, конечно же, это личный бренд. Как ты выглядишь, как ты за собой следишь, чем ты перекусываешь в офисе, как ты вообще живешь, в каком стиле ты живешь, какие блюда ты готовишь для своей семьи. Поверьте, это все люди. Личный бренд играет очень большую роль. Поэтому начните сначала с себя. Условия попадания в наши проекты – это покупка wellness-лайд. И поверьте, это вам кажется, что это дорого. Человек, который хочет сбросить вес, который хочет похудеть надолго и не набирать его потом, готов за это заплатить. Они платят гораздо большие деньги в разных проектах, в клиниках каких-то, если это действительно у человека есть серьезное желание. Поэтому ваши условия должны быть принципиальными и непоколебимыми. Без этого невозможно. Далее, конечно же, это поддержка в чатах специальных, созданных для каждой группы. Это поддержка в специальных группах ВКонтакте, опять-таки, для каждого проекта. Это разные группы. Сопровождение, разная информация, естественно, дозированная. Конечно же, это индивидуальное сопровождение, потому что у людей часто возникают какие-то вопросы. А так как ты выступаешь экспертом, ты несешь, конечно, какую-то ответственность. На тебе очень большая... Ну, ты играешь очень большую роль. Поэтому это, конечно, немножко тяжеловато, тяжеловато, но, поверьте, игра стоит свеч. У нас также создана группа по правильному питанию, куда переходят уже те, кто сбросил те килограммы, которые ему так мешали. Допустим, это 3-5 килограмм. И опять-таки, мы туда добавляем всех консультантов, которые еще просто думают, что такое велнос, что такое правильное питание. Потому что, поверьте, что чаще всего основной, средний, такой потребитель наш, он не образован в этом. Поэтому я считаю, что это одно из главных, наверное, сейчас нашей с вами такой работы. Это просветительская работа. Человек не примет решение о покупке велнос, если он не будет знать, что такое здоровый образ жизни, правильное питание, что такое полезные какие-то нутриенты, что такое сложные углеводы, простые углеводы. Вообще, как с этим разобраться, как с этим жить. В группе также постоянно у нас существуют замеры объемов. Естественно, они существуют на начало проекта. Это одно из тоже условий для того, чтобы мы могли смотреть, сравнивать, и чтобы человеку было видно. Если у него вес не падает, значит, мы смотрим, какие у него изменения в объемах. А чаще всего изменения в объемах, сантиметры плавятся первыми, вес может стоять. Мы рекомендуем в группах, в структурах работу с анализатором Танита. Потому что, опять-таки, если у человека стоит вес, мы можем ему показать, посмотри, у тебя жировая масса на несколько процентов ниже, но зато больше вода, и так как ты включаешь физические нагрузки, у тебя больше стала мышечная ткань. То есть все нормально, все хорошо, мы правильно развиваемся. Конечно же, нельзя исключить работу на местах, потому что работа онлайн, она более такая объединяющая. Но если лидеры на местах не работают со своими людьми дальше, не сопровождают их, не ведут какую-то такую бодрящую с ними работу, мотивирующую работу, то, конечно, тоже результаты будут слабее. Естественно, мы показываем людям и уже гордимся нашими результатами, нашими результатами в наших проектах, которые я хочу, вот десятку лучших я хочу вам показать. Пожалуйста, Федорова Елена, новый старший менеджер. Посмотрите, всего лишь за месяц, мне кажется, проекта, это минус почти 5 килограмм, минус хорошие объемы, видите, талии, бедра. И я хочу сказать, что чем более стройным выглядит человек, вот я бы сказала, что девушка слева мне тоже очень нравилась, я бы не сказала, что ей уже обязательно нужно худеть. Мы сравниваем с собой, мы сравниваем с какими-то дамами, ну, более такими, у которых больше 100 килограмм, скажем так, мягко выражаясь. И таким девушкам, женщинам сложнее, поверьте, сбрасывать массу, сбрасывать, корректировать свои сантиметры. Поэтому мы гордимся любыми результатами. Чем полнее человек, тем больше у него будет падать килограммы, тем больше у него будут результаты. Чем более стройнее человек, тем сложнее ему корректировать фигуру. Но, однако, результаты есть. Давайте еще посмотрим. Майборода Ольга, посморботы в проекте. Ревяка Татьяна, посмотрите, биологический возраст, насколько меньше у человека упал, да? Юлия Комаровская, это вообще просто батареечка в наших проектах. Она везде успевает, везде оставляет комментарии. Юлечка, спасибо тебе большое. Я более чем уверена, что ты здесь. Посмотрите на ее замечательный результат. Причем вес у нее, я бы не сказала, что такой уж огромный, да? Но у нее цель очень большая. Да, Юля, я знала, что ты здесь. По-другому просто быть не могло. Результаты очень замечательные. Плюс она всегда пишет, что вес падает не очень, но посмотрите, как плавятся сантиметры. Именно сантиметры в объемах. Майборода Ина, наш лидер, человек просто с железным характером. Посмотрите, 31 год в биологический возраст вместо 42. Индекс телосложения, полтонити, 5 вместо 2. Посмотрите, какие хорошие результаты чисто внешние. Якимович Светлана, тут вообще просто справа, я говорю, это ну или сестра, или дочка. Человек просто, то, что новая я, это на 100%. Замечательные результаты по сантиметрам, по килограммам и просто действительно новый человек. Это два месяца работы в проекте. Михайленко Наталья, месяц проекта «Новая я». Человек-спортсмен просто по жизни. Человек, который тренируется постоянно. И человек, я бы сказала, который, ну, является и так стройняшкой, да, вот вид слева, вид справа – это не сестра. Майечка почему-то стала длиннее, да, и тоже замечательные результаты человека, которому очень сложно корректировать уже свою фигуру, потому что человек, ну, тренируется, живет в стиле таком правильного питания. И однако у нее, посмотрите, какие замечательные результаты. Евтушенко Людмила, один из наших лидеров Гомеля. Большое спасибо за предоставленное фото. Я всегда людям указываю, посмотрите, человек слева и человек справа. Она даже цвет волос поменяла, потому что человек обновленный. Она стала другой. И по килограммам замечательные цифры. Посмотрите, 20 сантиметров минус по талии, минус бедра, минус висцеральный жир. Посмотрите, это просто другой человек. Просто, ну, я очень восхитиваю. Схищаюсь такими людьми, которые могут настолько взять себя в руки и продвигаться. Или тоже лидер наш из Брестской области, из Ганцевич, Ковждина. Посмотрите, кто говорит, что можно худеть только в 18 лет? Неправда. Уже больше здесь минус 10 килограмм. Когда она пришла в проект, я помню прекрасно, ее цель была хотя бы минус 10. И это было, ну, просто заоблачно. Она даже, мне кажется, что не верила в это. Уже больше, чем минус 10, и мы с ней поставили еще новую цель. Очередные минус 10 килограмм. Посмотрите, какие замечательные результаты. 9 недель проекта. 8-9 недель. И также я хочу вам похвалить за такой замечательной фотографией. У нас есть мужчина. И я просто преклоняюсь перед этой семьей, потому что работали они вместе с женой. Жена готовила, жена следила за продуктами, жена следила за информацией. И посмотрите, какие замечательные результаты у мужчины. Почти минус 10 килограмм, минус 17 сантиметров в талии. Посмотрите, это просто, ну, мальчик стоит справа, правда? Минус 3 килограмма висцерального жира. Минус размер одежды. То есть они с таким восторгом хвалились, как они пришли в магазин. И на два размера, там, на один, на два размера покупали меньше брюки, потому что мужчина изменился. Мужчина стал более интересным, спортивным и, конечно же, стал выглядеть моложе. Ну, я могла бы показывать вам это вечно, потому что результатов у нас очень много. Это ваше время. Я хочу сказать, чтобы вы не боялись работать с wellness категорией, даже если вы не медики, не врачи. Пожалуйста, литература сейчас море. Сейчас очень много блогов. В Инстаграм, ВКонтакте, да где угодно. Можно найти записи в Ютубе диетологов. Елене Санжаровской, Голодковской. И приглашайте к себе за здоровьем. Приглашайте к себе ваши уже проекты за красотой. Этим вы приобретете, во-первых, лояльных потребителей, потому что люди видят, что это результат. Люди будут понимать, что это здоровье. Вы будете увеличивать свой товарооборот. И, конечно же, если с этими людьми постепенно, потому что целевая аудитория к нам приходит вначале не на бизнес, не нужно их грузить сразу бизнесом. Постепенно мы с ними рассказываем, как это можно приобретать дешевле, каким образом можно строить бизнес с этой категорией замечательных продуктов. Показываем им возможности бизнеса с Wellness. То, конечно же, можно увеличивать и свои структуры, и строить новые звания. Я хочу вам пожелать успехов. Большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что наши результаты, и мои лично, и наших людей в наших структурах поднимут вам настроение. Еще сегодня, возможно, кто-то сегодня скажет, да в конце-то концов, да сколько ж можно. Я тоже достойна этого. Я хочу быть красивой, я хочу быть другой, я хочу быть новой. В продвижении Wellness Life всем здоровья и красивых фигур. Спасибо вам за выступление. Мы с моей командой сидели, восхищались вашим результатом, результатом вашей команды. И знаете, тут у нас у каждого был такой немой вопрос, как попасть к вам в проект. Пожалуйста, возьмите нас заочно за прошлые достижения. Вот, суперрезультаты. Мы прям сами-сами захотели также ощутить эффект, понять, еще раз разобраться, как все работает, как правильно питаться, как правильно следить за собой, какую физическую нагрузку делать каждый день. В общем, огромное вам спасибо. Супер-суперрезультат, суперопыт. Ну и мы, конечно, желаем вашей команде максимальное количество новых я в команде. Мы более чем уверены, что это даст отличный рост вам и вашим бизнес-партнерам. Ну а мы продолжаем и переходим к нашей второй фокусной категории. Это, конечно же, категория Novage. И как я уже говорила, что на сегодняшнем нашем вебинаре присутствуют лидеры, бизнес которых строится только на двух фокусных категориях. Это Wellness и Novage. И сейчас я хочу пригласить на наш вебинар еще одного спикера. Спикера, с которым мы договариваемся, наверное, уже вебинара 4. И опять-таки это, повторюсь, наш третий долгожданный спикер. Вот такой сегодня у нас удивительный вебинар. У этого лидера на протяжении уже очень долгих каталогов, наверное, с момента старта, старта... Оксаны в бизнесе. У нее, она очень большой фокус уделяет категориям Wellness и Novage. Я вам хочу сказать, что вот в прошлом... В прошлых итогах каталога номер 14, который я подводила, Оксана занимала лидирующую позицию по проценту продаж категории Wellness в своей структуре. Ну а в 15-м каталоге и на протяжении всех последующих каталогов Оксана показывала также еще отличные результаты по рекомендации категории Novage. Ну что ж, давайте поприветствуем на нашем вебинаре директора компании Reflame Оксану Махахей, которая поделится сегодня с нами о том, как они работают с брендом Novage в своей команде. Ну что ж, ваши бурные аплодисменты в нашей комнате сегодня Оксана Махахей. Оксаночка передает... Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день! Как меня видно, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Что-то, наверное, не видно, не слышно меня. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день! Доброе утро! Всем, кто присоединился к нашему республиканскому вебинару «Юбилейный экспресс» или я бы еще его назвала «Экспрессом к мечте». Потому что каждый, кто сегодня присоединился, 100% стоит в одном шаге от какой-то своей большой, маленькой мечты. Но, тем не менее, он присоединился и движется в нужном направлении. Так, давайте познакомимся. Меня зовут Оксана Махахей. Я являюсь директором компании «Эрифлейм». И совсем недавно, я бы сказала, скоро будет год, как я серьезно рассмотрела «Эрифлейм» как серьезный бизнес-партнер. Именно 15 декабря мои спонсоры Анжи и Дарья предложили мне присоединиться к такому проекту «Смарт-бизнес», который они совместно организовали с Алисей Стародубовой. Но все же, если я считаю, что я являюсь экспертом в шведской компании в целостном подходе, в области красоты и здоровья. Вот именно в целостном подходе, потому что, на самом деле, фокусные бизнес-инструменты – это «Новэйдж» и «Бонус», они не настолько так близки, скажем так, с них и начался бизнес, да, ну, то есть с них и начался рост в моей команде. И именно когда попросила Катя, Полина, Витта, они говорят, «Оксана, в этом как вы работаете с категорией «Новэйдж». Свои какие-то фишки расскажите». Я очень удивилась, потому что я говорю, а что рассказывать? Очень много нам дает обучение компания, да, и мы, в принципе, тоже, основываясь на основных каких-то фокусах, что дала нам компания, движемся дальше. Ну, в принципе, потом она говорит, «Ты просто расскажи то, как работаете вы, ваши какие-то фокусы, ваши фишки, как работаете…» Даже я бы сказала, я расскажу, поделюсь с вами опытом, как работаю не я, а именно, как работает моя команда, потому что за каждым результатом каждого каталога, результатом каждого дня стоит именно моя команда. и все, как любая встреча, как любой, как говорится, проект, любое серьезное действие, начинается с приглашения. Я скажу, как мы начинали. Сначала я проходила, когда я проходила обучение «Новэйдж» от компании, я была со своими спонсорами, Дашей, Олеся, и я думала, да, я здесь одна, команды у меня нету, ну, хорошо, буду начинать работать. И мы приглашали, тогда были только консультанты у меня в команде, и мы начали приглашать, и все же мы делали акцент на подарок. Мы делали акцент на подарок, упрашивали прийти, вы получите подарок. Что мы из этого имели? Да, человек получал подарок, получал бесплатную консультацию от нас, ну, присоединялся, не присоединялся, разные случаи были. Наверное, у нас не было немножечко уверенности. Может, мы сами до конца не понимали, не верили. Но потом мы приняли решение, сделали работу над ошибками, и сейчас уже мы приглашаем чуть-чуть по-другому. Мы просто говорим уверенно. Сейчас у нас приглашение большинство по рекомендациям. Некоторые даже звонят сами, уже видя результат на своих друзьях, подругах, даже на нас. Они звонят и говорят, можно к вам на экспертную сеть? Да, конечно. Тогда мы уже немножечко, как говорила Вика Прокопенко, создаем ажиотаж. То есть не так у нас только два времени. У нас тут все серьезно, все по времени. Также мы работаем с приглашениями. Мы дарим приглашение, оговариваем срок действия пригласительного. Потому что ранее, даря пригласительное, они уходили никуда. Подарили, что подарили, да, телефон остался, кому подарили. Но результата не было. И все же, когда мы приглашаем, мы делаем основу, что это клинически протестированная серия. Клинически. И сразу, мы сразу в приглашении говорим, что это Арифлейм. Да, это Арифлейм. Многие сразу же возражают, что типа, у меня аллергия на Арифлейм. По крайней мере, у нас такие возражения есть. Я не знаю, как у вас. Я думаю, что у вас также есть какой-то процент, когда такие возражения существуют. Мы говорим так. Арифлейм уже не то, что 10. Спрашиваем, конечно, на какую серию, когда вы пользовались. Мы говорим, Арифлейм не то, что 10 лет назад. Арифлейм не то, что 5 лет назад. Арифлейм другой уже тот, что был год назад. Мы идем много со временем. У нас 21 век. И мы вас приглашаем присоединиться, попробовать. И дальше вы делаете выводы. Вот такие пригласительные мы используем за своей командой. Я думаю, такие пригласительные у многих есть. В принципе, по республике у нас. Как мы готовимся? Подготовка к сессии. Вот эту фотографию я разместила. Потому что готовимся к сессии. Мы проводим на сервисном центре. И даже если мы приходим, например, у нас первая сессия 10-11 часов. Мы приходим, открывается сервисный центр. И мы предлагаем человеку... Ранее мы предлагали просто каталог на вы, сразу ознакомиться. Сейчас мы даем книгу о красоте. Предлагаем посидеть, отдохнуть, отдышаться 2-3 минуты. Подготавливаемся в отсутствии клиентов. Далее начинаем работать. И это у нас заведено в нашей команде. У всех, кто сейчас с нами в команде. То есть это как обязательное правило. Чтобы вы не видели, как мы там, что готовимся. Иногда там жидкая мыла, нужно поставить бумажное полотенце. Обязательно в нашей команде это бизнес-сеть. Вот здесь на картинке я разместила своего менеджера, из нашей команды. Одного из. Потому что мы стараемся соответствовать нашей компании. Потому что на самом деле мы еще раз подчеркнем, что у нас крутая компания. В субботу мне один из клиентов сказал. Знаешь, когда я пришла в Арифлэм, я сначала подумала, как-то тут все очень странно. Все сидят, улыбаются. Не только с деньгой. Ты меня провела по первому этажу, где выдача заказов. Какие-то все здесь жизнерадостные. А только что я была в бизнес-центре, там какие-то все такие хмурые. Поэтому соответствую бизнес стилю. И, конечно, к чему еще подвожу, это одна из составляющих, это невербальный аспект. Я настраиваюсь, настраиваю свою команду, настраиваю новичков, что всего лишь 38% от общего общения составляет наш голос. 55% внешности поведения. И только 7% это содержание в речи. То есть даже те, кто у нас проходил недавно, они говорят, ну мы же этого не знаем. Мы даем им понять, что мы всему обучим, а все остальное зависит только от себя. Какое примешь ты решение? Ну вот и мы постепенно переходим дальше. Это работа с клиентом. Сейчас я расскажу такие основные фишки в нашей работе, как мы делаем. Может, вы так же и делаете. Вы просто вспомните или что-то для себя подчеркнете. Работаем мы индивидуально по одному, максимум по два человека, если только теплый контакт на сервисном центре. Что это значит? То есть компания нам рекомендовала, да, экспертные сети, пять человек там, да. Мы так не работаем. У нас мастер-классы по столике. В принципе, очень комфортно работать или индивидуально, или по два, это если уже теплый контакт, потому что сразу мы даем индивидуальный подход, индивидуальное внимание. У нас больше тогда получается выход. С момента, как мы начали работать новыми экспертными сетями, раза четыре мы только провели, где, наверное, мы там пять-шесть человек собрали. И далее мы приняли решение работать индивидуально по одному. Мы работаем только аутсиметриком. Всегда с клиентом говорим «доступно». Делаем акцент, что это, опять-таки, вот как Вика Кухаренко, да, тоже говорит, три раза нужно повторить, да. Мы постоянно, у нас вот это просто доступно. И клиническая серия «Запатентованная форма». Клиническая серия «Запатентованная форма». У них как бы даже откладывается в голове, что это клиническая серия, что это не просто «Рифлейм». И так мы делаем акцент на положительной динамике. Вот в процессе, как мы работаем с клиентом, очень… и ощущение клиента, концентрируемся на ощущениях. Как он ощущает положительно, что-то постановилось, теплота. Даже если сейчас, в осенний период, клиенты приходят с улицы, да, у многих чувствительная кожа, повально пошли холодовые аллергии, немножко идет пощипывание. Мы говорим им, что это тоже хорошо, это положительная динамика, что убирается таким макаром ваша чувствительность, да, что клетки обновляются. Эта серия, значит, работает. Рядышком у нас, если вернуться к слайду, где мы подготовимся к спернатитике, стоит дополнительный уход. Мы просто проговариваем, что также у нас есть в данной серии скраб, дополнительный уход, очищающие средства, и сейчас еще появились капсулы, да. По работе с клиентом мы показываем выгоду приобретения по карте клиента. То есть это уже, как говорится, все знают, что вы сразу знаете с участником стартовой программы, что вы премьер-клуб. И стараемся здесь подвести к возможностям, потому что сразу мы слышим такое возражение, ну да, это хорошо, но это дорого. Таким макаром мы подводим к возможностям, такой как мини-ву, обязательно после продажного обслуживания. Есть три варианта у нас, например, или даже больше. Первое, что если человек присоединился и заказал себе серию Ultimate Lift, значит, мы заказываем вместе, все оформляем заказ, потом мы созваниваемся с данным человечеком, спрашиваем, пользуется, не пользуется, какие ощущения. Потому что были такие случаи, когда человек приобрел свою серию на веще, и она стояла три недели. Далее, если человек хочет, например, так купить, приобрести, но без скидки, он говорит, я подумаю, тоже этого человечка три дня держим на контроле, и потом, соответственно, через две недели. Через две недели, ну и потом, если человек, конечно, присоединится к нашей команде, мы его обучаем, и далее здесь он согласен нашему плану. Заполнение анкеты. У нас есть такое возражение, когда мы начинали работать, немножко нам было некомфортно спрашивать, вы хотите приобрести, потому что тут же возникал вопрос, а сколько это стоит? Мы сделали вот такую анкетку. Я думаю, что у каждого из вас в командах тоже есть анкеты, которые вы заполняете. И здесь вот такой вопрос, готовы ли вы на покупку систему на выживание с процентной скидкой? Здесь мы тут понимаем, хочет он приобрести, не хочет приобрести. Также мы смотрим, интересует ли тема здорового образа жизни данного человека, интересует ли дополнительный заработок, и уже он пишет рекомендации. И сейчас мы уже просим по рекомендациям, если человек хочет присоединиться и работать с нами по возможностям от компании, мы прозваниваем вместе его знакомых. Если же он просто приобрел пока вот на начальном этапе, мы просим его также. Можешь позвонить своим знакомым, поделиться о своих ощущениях, о своем результате, пускай он маленький, но результат, и сказать, что мы ему позвоним в ближайшее время, если не созвонимся, и договоримся о встрече. Вот так вот такие основные моменты, что мы работаем с клиентом. Далее вот вы видели, у нас есть планшет, на котором загружены слайды. Слайды такие основные, и уже потом, когда мы провели сессию, мы включаем планшет, показываем видео, сейчас я покажу там дальше, чуть ниже, и пару слайдов, таких, которые рабочие. У нас было раньше много слайдов, мы сейчас отобрали несколько таких слайдов, которые внушающие, на которые реагируют наши люди, которые к нам приходят. И мы показываем, и в этом процессе мы дальше разговариваем. С человеком, то есть вот это лицо, это ты, а не твой возраст. Это первая картинка у нас, она загружена, только человек приходит, вот эта картинка, она всегда загружена на планшете. Далее мы, она говорит, ну да, классно, ну вот, мы показываем вот данную такую картинку, и что будет, если оставить так, как есть. Вот две ровесницы, Мадонна, и выроские бабушки, да, то есть, их почему-то впечатляет. Они говорят, о, да, конечно же. Далее мы загружаем такой слайд, как у нас очень много, сейчас просто вариантов решения очень много. Кислородная мезотерапия, спа-салоны, пластические операции, курс массажа лица, гормональная косметика. Ну, мы предлагаем инновационный лифтинг, уход за кожей лица. Мы прям подчеркиваем, что это инновационный уход, инноваций. И далее мы движемся и показываем, что это, опять-таки, в три раза мы пробиваем. Клинически доказанное действие, что это результаты научных инноваций и экстракт растительных стволовых клеток. И далее, вот, в принципе, из того, что нам дает компания в основе, да, что это 7 лет разработок, что это комплексный уход, что это клинически доказано, что у нас есть пациент Аспартолист и очень хорошо срабатывает, что и следует 30 тысяч генов, тысячи активных ингредиентов. На самом деле, я говорю это с такой гордостью, что на самом деле шикарный продукт. Легко работать, легко продвигать. А то, что иногда люди не верят, может быть, может быть, сомневаются, мы раньше очень сильно доказывали. Мы раньше, если вернуться вот к картинке, где у нас там современные методы решения проблем, да, кто-то говорил, я вот сделаю себе кислородную мезотерапию. И мы оспаривали, потому что у нас тоже очень большая база знаний и практических знаний, как это потом выливается. Мы объясняли про грыжевые мешки после мотулотоксина. но люди нам как-то сейчас мы не доказываем. Мы просто говорим, говорим с такой уверенностью. И сейчас я на самом деле горда своей командой, потому что я сейчас смотрю наконец-то все заработало, плоды, прям вот плоды созрели. Они такие вот все умнички, молодцы. И на самом деле я уверена, что и мои спонсоры, вот Даша, Олеся, Анжа, мы просто гордимся этим, как вот мы преподносим даже данную серию. Далее мы показываем такой слайд, как теряет эластичность коллагена. И вот именно на этом слайде они немножко останавливаются. А что, это вот такое углубление у меня? Нет, ну вот это морщинка. Прямо проговариваем человеку. И вот этот слайд, что 80% какой-то у меня исчез. ничего. И вот 80% возрастных изменений, это на них мы можем повлиять. Это наше питание, это наш образ жизни, это как мы ухаживаем, чем мы дышим, какой наш настрой по жизни. Вот на этом слайде, здесь должен быть еще почему-то один слайд, он куда-то исчез, уплыл, как я говорю, да? На этом слайде я люблю останавливаться, потому что именно там другой слайд был, но тоже там 80% возрастных изменений, на которые мы можем влиять. Именно на этом слайде я говорю, что это комплексный подход, да? Здесь мы говорим, что это комплексный уход. Здесь я немножечко начинаю ознакомиться с категорией wellness. Я спрашиваю, какой образ жизни вы ведете, как вы питаетесь, что это, то есть вот даем как мини такую презентацию в двух минутах и может быть даже после проведения новой сети мы еще делаем волнусты, то есть у нас это происходит так. Люди начинают задумываться и потом показываем так, переключусь, как это работает. Вот эта картинка сейчас в принципе очень многие делают фотографии до и после. я признаю, что мы этого не делаем. А знаете почему? Может сейчас мы начнем делать, у нас есть пару фотографий, может человек опять нас, и то они нам прислали сами, когда они пришли уже домой, сфотографировались, потом начали использовать данную серию, и уже есть результат. потому потому когда приходит человек мы устанавливаем теплый конфликт и сразу хочется фотографировать, но нет, как-то не совсем может даже корректно, можно я вас сфотографирую? Если это уже хорошее твое знакомое, и то мы так увлекаемся этим процессом, что фотографировать я и моя команда всегда забываем. Я думала, что только я, оказывается, моя команда тоже. Далее продвинуться работой в команде. Да, на самом деле все зависит от команды, ибо такого результата одна бы я не достигла. Мы обучаем команду, первые сессии всегда проводим, всегда проводим, всегда поддерживаем, то есть как-то обучаем, хвалим и тоже делаем на положение. Вот здесь ты молодец, вот здесь нужно увеличить количество токов. Подводим в процессе проведения сессии, что это комплексный уход. То есть обучаем команду, чтобы заговорили о комплексном уходе. Мы не продаем по отдельности имплента, только если познакомились с дальней серией, многие спрашивают, а можно купить только крем для век? Потому что вот вы сказали такое слово по потребности, вот у меня морщинки, я только хочу глазам, чтобы они притянулись, морщинки ушли. Нет, мы этого не делаем, ибо мы говорим, что максимального эффекта вы не достигнете. Новички, которые начинают проводить сессии, помощь мы даем папку проведения экспертной сессии, ну просто чудненько, вот мы заказали 10 этих папок, сейчас они у нас есть, и новички быстро справились у нас с волнением, набрались опыта, и дальше работаем. В помощь сейчас книга о красоте, вот вы видели на этом слайде, где он подготовка к сессии, мы отказываем прям вот эту книгу о красоте, они иногда должны честролистывать, и уже сами заинтересуются, а что это вот такое, тот, кто не знаком был, тот, кто знаком говорит, о, как круто ритм, он продвинулся, на самом деле, я так с гордостью говорю о нашей компании, показываем видео о научных разработках, вот это там полторы минуты идет видео о научных разработках, и впечатляет, что это не что-то вот простое, я бы сказала, и с командой после сети мы анализируем, исходя из результата, как с человеком работать, куда, что нужно улучшить в работе, и возвращаемся к действиям, периодичности, частоте проведения сети, то есть здесь я всегда для своей команды говорю, здесь сколько раз мы забросили мяч в кольцо, сколько попыток мы сделали забросить этот мяч, здесь только действия, 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 но на самом деле это один из лучших бизнес-инструментов, вот для нас, в мою команду через экспертные сети по новейджам пришли очень сильные лидеры, например, я же возьму Татьяна Голуб, она присоединилась в феврале этого года через новейдж сети, экспертную сети на новейдж, тут же я ее, она сразу присоединяется, новейдж, это все было в комплексе, она так проникла с этим всем, тут же она начала активно работать, включились возможности, эфире, уже Татьяна побывала в Сочи, и самое главное, что она увидела этот размах, размах компании, и она поверила, потому что если были сомнения, вот здесь главное держаться в команде, поддержив, и дальше идти, обучаться, обучаться, и действия, конечно, вот так вот мы работаем в команде, и если говорить о секретах, секрета нет, я говорю, мы команда, и в слове это нет буквы я, я всегда говорю, что мы работаем сегодня, а результат не всегда завтра, но мы работаем, я думаю, что как и указано, вы проводите сессии, иногда кто-то говорит, мы с пустую провели, нет, ребята, не с пустую, все это дает свой результат, вам оставляют рекомендации, через эти рекомендации приходят люди, и чаще, как говорится, позитивные, главное, настройтесь на результат, вот как вы настроитесь, так и будет, и на самом деле, работают все методы, если работать, и у каждого он свой, у нас нету такой вот панки, с этого начинаем, это говорим, вот как-то, вот как пойдет, главное настроение, главное позитивно, главное настроить, что будет все окей, и ради чего мы это делаем, да, позитивный настрой сказал, что один из главных бизнес-инструментов не только у меня, но и моей команды. И помним ради чего. Вот ради чего мы это делаем, ради чего мы проводим. Не забываем, понятно, что мы даём всю энергию, душу вот этому человечку, который к нам пришёл, да, и в то же время, не забывайте про себя. Мы в бизнесе, и нам нужен товарооборот, товарооборот, рекрутинг. Нам нужен масштаб, правильно? И мы хотим быть, чтобы об рекламе Беларусь заговорили везде, всюду, и мы одна, как вот каждый, внесёт свою маленькую ленту в развитие, в нашем бизнесе. И хочется пожелать одно, что на самом деле, секрет успеха прост, только делать, 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 делать. Также я вам хочу пожелать, что бы вы достигали своих целей, мечты всегда двигались. Я знаю, что у каждого свой есть рабочий инструмент, просто его нужно двигать, делать. И я знаю, что каждый достоин всего самого лучшего. И у вас будут самые лучшие экспертные сети, самые большие результаты, самые большие достижения в бремии, и, конечно же, признание от компании Reflame. Очень жаль, что меня не было видно, но я надеюсь, что я вам передала всё то, что хотела сказать. И, скажем так, позитивный свой настрой. Всем желаю хорошего, продуктивного дня, недели и больших-больших результатов. На самом деле, каждый из вас достан всего самого, только хорошего. Как говорится, будьте богаты, успешны и здоровы. Дмитрий с компанией Reflame. Надеюсь, что все эти знания, которые я хотела, я вам передала. Оксана, огромное вам спасибо за выступление. И вот знаете, как говорится, не зря мы вас ждали столько вебинаров, так хотели, чтобы вы вышли и поделились с нами своим опытом, потому что каждый день в общении с вами мы видим, сколько души, сколько сердца, сколько эмоций вы вкладываете в свой бизнес вместе со своей командой. Огромное вам спасибо за сегодняшний опыт, за такое эмоциональное, доброе завершение нашего сегодняшнего вебинара. Я хочу сказать огромное спасибо всем нашим сегодняшним спикерам Виктории, Елене, Оксане за те идеи, которые вы сегодня презентовали, за ту энергию, за тот опыт, который вы нам сегодня передали. Поверьте, вы зарядили нас неиссякаемой энергией на предстоящие две недели 16-го каталога. Ну что ж, можно сказать, что наш вебинар подходит к своему завершению. Я хочу обратить ваше внимание, что следующий вебинар Небелейный Экспресс у нас с вами также будет уникальным. Состоится он 12 декабря, и участниками этого вебинара станут топ-лидеры компании Арифлейм, и сейчас мы с ними начнем активную подготовку для того, чтобы этот вебинар стал таким фееричным завершением 2016 года, для того, чтобы мы с вами еще раз запаслись отличными инструментами для работы, для того, чтобы вновь составили свои планы, ну и с новыми силами закончили этот год и вступили в новый. Поэтому обязательно сделайте так, для того, чтобы вы и ваши команды были на вебинаре Юбелейный Экспресс, который пройдет 12 декабря. Ну и, конечно же, следующий наш с вами фокус в январе месяце, 28 января, мы встретимся с вами на большой встрече Арифлейм, информацию, которая вы получите уже в предстоящие несколько недель, буквально две недели информация будет у вас, вы сможете выкупать билеты для себя и для своей команды. Опять-таки, обращаю ваше внимание, что количество участников будет ограниченным, будем поздравлять новых менеджеров компании Арифлейм, новые уровни с уровня директора компании Арифлейм и так далее. Мероприятие будет запоминающимся, поэтому ожидайте от нас в самое ближайшее время информацию. Ну что ж, огромное спасибо всем, кто сегодня был частью нашего вебинара, всем, кто слушал, кто записывал, и огромное спасибо всем тем, кто применит сегодняшние знания в своей работе, в своей практике. Ну что ж, до скорых встреч, я желаю вам отличного 16-го каталога и, конечно же, новых высоких воли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова